Всем привет, друзья! Это Энтони. Энтони, тебе сколько лет? Пятнашка, да? Я взял Энтони специально для этого ролика, чтобы мы сняли интересный-интересный ролик. Знаете, какой будет ролик? Будет о том, как можно после пампа увеличить свои руки и на сколько вообще. Как ты думаешь, на сколько можно увеличить вообще? На сантиметра два. На сантиметра два примерно. Я тоже примерно так думаю, но может быть даже на три, если подольше запампиться. В этом ролике мы будем пампиться всего лишь 10 минут. Это максимальное время. Любые упражнения. Сейчас мы скажем, какие упражнения будем делать. Полетели. Я буду делать подъемы на бицепс 20 раз и разгибание из головы 20 раз. И так буду повстакать руками. А я буду делать свои любимые суперсеты. Это подъемы на скамье скота на бицепс, потом добивание сразу же с гантелями после этого, потом сразу же разгибание из-за головы с гантелей и разгибание на блоке. Думаю, это будет гораздо эффективнее. Поехали. 29,1. 29,1 сантиметр. 38,2. Не видно, конечно. 38,2 у меня. 39,2. Не видно. Я уже взял два круга и уже начинает забиваться бицепс. У меня вес где-то 10 килограмм, ну и сейчас падет третий круг. Друзья, прикол этого эксперимента в том, что мы взяли двух человек. У одного человека не особо накачанные мышцы, тоже посмотрим, насколько они откликнутся на нагрузку и какой будет памп, прирост к руке. И взяли второго человека, у которого довольно хорошие руки, и поэтому тоже посмотрим, насколько они увеличатся после 10-минутного пампа. Четвертый круг по счету. 30 секунд осталось. Два, одна, стоп. Ну что, друзья, 10 минут пампа прошло, сейчас мы измерим заново показатели и посмотрим, насколько увеличилась банка, либо не увеличилась. Посмотрим. 30 с половиной. Друзья, у него получилось после пампа 35 сантиметров, это значит, что прибавилось 14 миллиметров. Целых 14 миллиметров, это полтора сантиметра почти. Довольно крутой результат, давайте посмотрим, сколько будет у меня. Мой рост 176 сантиметров, я вешу 56,5. И я тренируюсь уже как полгода, начал летом. И качаю банки три раза в неделю. Мой рост 176 сантиметров. Блин, самое сложное, конечно, это когда ты много делаешь, то дыхалка дико забивается вообще просто. Это считается, я сделал около 110 повторений за все это время вообще. Предплечья жестко вообще забились у меня. Короче, не битко забивается, а предплечья. Напишите в комментариях, у кого больше результат будет, у меня, либо у него. Как же горят просто руки, это дичо. Руки просто в хлам убились. И очень сильно убились предплечья. Если я не ошибаюсь, сделал вроде четыре круга получается, да? Либо четыре вроде. И допивашь, и сестра уже маленькая. Сейчас кровью нальем туда. Пойдем мерить. Что там за 40? Ну, 40,2. 40,2. Ребят, замеры показали, что у меня 40,2. Было до этого 38,2. То есть целых 2 сантиметра я прибавил к битке. Сейчас вам покажу, разденусь и посмотрим, какая она огромная. Друзья, мой вес где-то 65 килограмм. Я слил после болезни, но я еще и сейчас болею, до конца не прошло. У меня эрозия пищевода, и мне нельзя очень многое есть. Поэтому я питаюсь только такой четкой пищей. Вот, мой вес 65 килограмм, рост 180 сантиметров. Качаю бицепсы и трицепсы примерно один раз в неделю. Особо не уделяю им внимания, потому что они не так большие. Это самая доминирующая мышца у меня. Ну, это, в принципе, логично. Чем больше мышцы, тем больше они нальются кровью. Это логично, да? Но все равно, как бы, эксперимент прикольный получился. Ну, вот такой вот ролик, друзья, получился. К сожалению, мы без оператора, поэтому снимали друг друга. И сейчас на статику снимаем, статично стоит камера. Вот, поэтому, если вам понравился такой ролик, я думаю, на ютубе таких вообще сценариев не было, что мы сняли, да? Я думаю, это интересно, насколько увеличится банка за 10 минут. Поэтому, если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на нас, ссылочка в описании. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok